В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Традиционная весенняя уборка стартовала в столице региона. В течение всего апреля город будут приводить в порядок после зимы. Но работы по благоустройству начались гораздо раньше. В этом году на уборку города самарцы вышли почти на месяц раньше. Уже в марте взялись за лопаты и грабли, чтобы привести в порядок свои дворы. Если утром выходишь на чистые тротуары, территория убрана, день складывается удачно, делится Вадим Киселев. На генеральную уборку вместе с соседями он выходит каждую весну. Вместе, говорит, и работать веселее. Убираем мусор, вот это все, ветки все время убираем. До чистота, самому же приятно выйти в чистый двор. Вот так постоянно, каждый год выходим. На первый в этом году субботник вышли более 4 тысяч человек. Уборка ведется во всех районах города. И не только вручную, но и с помощью пылесосов. Затем эстафету подхватят поливомоечные машины. Плечом к плечу с самарцами областную столицу приводят в порядок сотрудники городской администрации. Участок от улицы Гая до Московского шоссе прочесывали несколькими группами. У нас в этом году есть очень важная задача – привести город в порядок к майским праздникам. За горами уже 70-летие Победы осталось совсем немного. Нам нужно не только вымыть, вычистить город до этого момента, но украсить его и создать для жителей праздничное настроение. Чтобы работа шла быстрее, в этом году к уборке города привлекут трудовые коллективы, предприятия и организации. Обычно предприятия приводят в порядок только закрепленную за ними территорию. В этом году губернатор Самарской области Николай Меркушкин призвал промышленные предприятия расширить зону ответственности. Администрация города вместе с организациями проработала этот вопрос. Чтобы каждый почувствовал себя причастным к тому состоянию, в котором должен находиться город, да, его благоустроить. Поэтому здесь ограничиваться собственно территории закрепленной нельзя, действительно. И мы просим вас, значит, мы вот подготовим раскрепление по улицам города, чтобы буквально каждая улица, каждый парк, каждый сквер, каждый перекресток, он был в зоне ответственности каждого предприятия. Наводить чистоту призовут общественные организации, молодежные объединения и всех неравнодушных горожан. В этом году на средники и субботники вся Самара будет выходить каждую неделю до начала мая. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Городским службам благоустройства и ЖКХ традиционно присоединяются трудовые коллективы, сменив деловые и сценические костюмы на рабочую форму. Убирались не для галочки. Участок выбрали один из самых сложных. На попечении аппарата губернской думы участок улицы Садовая от Маяковского до Полевой. Благоустраивать ее будут на протяжении всего апреля, когда снег до конца растает, уберут мусор, вскопают землю на газонах, произведут обрезку и побелку деревьев, покрасят бордюры. Людей не надо было уговаривать. Честно говоря, мы не хотели столько собирать, а видите, сколько пришло людей. Настроение солнечное. В этом году к весенней уборке города подход особый. К юбиле Победы подготовиться нужно на отлично по всем фронтам. В канун 70-летия Великой Победы и город необходимо не только украсть, но и привести его в надлежащий благоустроенный вид. Частоту на пересечении улиц Ульяновская и Ленинская наводят работники городского театра «Витражи». Как истинные актеры, к работе подходят творчески. Песня «Строить и жить и убираться» помогает, уверен актер театра Алексей Янин. Рассказывает, когда коллектив дружный и работать весело. И даже придумал название своему новому амплуа – менеджер по клинингу. Для себя, для людей, чтобы всем было хорошо и чисто. Всегда так было. Хорошая традиция у нас в Самаре по поводу субботников. Сегодня мы убрали, и завтра кто-нибудь другой. И так по цепочке. С сегодняшнего дня трудовые коллективы Самары активно выходят на средники. Убрать свой двор или закрепленную территорию могут все неравнодушные самарцы. Анастасия Зубарева, Артем Слайманов, Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Не остались в стороне и сотрудники телеканала «Самара ГИС» тоже присоединились к генеральной уборке. По традиции, порядок навозили на территории возле редакции. И оказалось не зря. Сотрудники телеканала «Самара ГИС» собственным примером решили призвать горожан поучаствовать в генеральной уборке города. Вооружившись граблями, метлами и мусорными пакетами, вышли на вверенную территорию. Собрали несколько мешков мусора и вдруг в самый разгар работ случилось непредвиденное. Ребята, идите сюда, я что-то нашла. Ну я одна не советских времен. Не советских. Что делать? Мы поднатые. В индикаторе. В такую удачу монтажер телеканала «Самара ГИС» Ольга долго не могла поверить. Смеется. Обычно наоборот все теряет. А тут вдруг находка. Да еще какая. Настоящее столовое серебро. Сегодня вышли на уборку. Я, честно говоря, вообще в шоке, что здесь можно что-то найти. У меня такое подозрение, что ложки какие-то действительно дорогие. Я очень удивлена. Откуда взяли серебряные ложки в кустах? И серебряные ли они, остается только гадать. Чтобы определить ценность находки, мы обратились к известному краеведу-историку Михаилу Перепелкину. Находка поразила его до глубины души. До сегодняшнего дня опытный историк был уверен, подобные открытия остались в прошлом. И то, что было спрятано дедами и прадедами, давно обнаружили любознательные внуки и правнуки. Мне кажется, что это начало 20-го или, может быть, даже конец 19-го века, эпоха модерна. Совершенно потрясающие ложки. Можно только гадать о том, какая у этих ложек была судьба и почему они оказались спрятанными. Ну и, конечно, специалисты должны сделать свои выводы. Наверное, как мне кажется, это серебро. Какой проба это серебро. Может быть, определить завод. Ну и я думаю, что любой музей был бы просто счастлив вот такой вот бесценный экспонат иметь в своей коллекции. Мы решили не отдавать драгоценную находку в музей, а оставить ложки в телекомпании. В обед после съемок будет очень приятно почувствовать себя графами и графинями и пообедать с серебряными приборами. Мариана Мирная, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События. Почему штрафы до 800 тысяч рублей за грязь, которую на колесах вывозят машины со стройплощадок, не пугают застройщиков, а ресурсоснабжающие компании не всегда в срок восстанавливают асфальт после ремонта труб. Вопросы, как заставить частные фирмы соблюдать правила благоустройства и как сделать работу административных комиссий эффективней, решали на конференции в Самаре. Обсудить актуальную для многих регионов тему приехали эксперты из других городов. Найти нарушение несложно, гораздо труднее за него наказать. Нарушители правил благоустройства, экологии, торговли как могут стараются уйти от ответственности. За прошлый год административные комиссии районов составили порядка 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Свой контроль проводят и общественники. Снег положено вывозить, мусор положено убирать и так далее. Я как-то поставил себе задачу 300 нарушений найти за день, так вот я 300 нарушений нашел за 4 часа. И управляющие компании, и строители, и полно, и рынки, и частные дома. Как сделать работу административных комиссий более эффективной обсуждали на межрегиональной конференции в Самаре. В числе участников представители власти, судьи и судебные приставы. Каждый административный протокол может заставить частные компании серьезно раскошелиться. Штрафы за нарушение правил благоустройства теперь исчисляются сотнями тысяч рублей. Более 5 миллионов на такую сумму за прошлый год оштрафовали управляющие и ресурсоснабжающие компании Самары. За невосстановленные после ремонта труб асфальт, неупранные контейнерные площадки, грязные фасады домов и другие нарушения. Очень сложно, наверное, где-то побороть менталитет, в том числе тех же управляющих компаний. Не все, конечно, но не всегда подходят качественно к решению тех вопросов, которые возложены на них. Поэтому найти нарушение, выявить, составить протокол одно, другое дело заставить устранить, оштрафовать. Пути решения проблемы и способ изменить отношение управляющих компаний к своей работе участники круглого стола видят в более тесном сотрудничестве административных комиссий и службы судебных приставов. Тогда нарушителям станет очевидно, что дешевле привести территорию в порядок, чем потом расплачиваться. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. К выходным в Самаре, по прогнозам синоптиков, выпадет снег. В связи с этим полицейские просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, по возможности отказаться от поездок в период гололедицы и пока не менять зимние шины на летние. Пешеходам при переходе проезжей части в условиях плохой видимости тоже следует быть осторожными. С начала года в Самаре произошло более 70 ДТП с участием пешеходов. 8 человек погибли. Те водители, которые игнорируют «Зебру», уедут с места нарушений со штрафом. А вот для водителя вежливых госавтоинспекторы приготовили сюрприз. За вежливость можно получать подарки. И это не первоапрельская шутка. Инспекторы ДПС всегда настроены серьезно. Тем более, если речь идет о жизни и здоровье пешеходов. В течение месяца принять участие в акции и получить приз может каждый автолюбитель, соблюдающий правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции будут поджидать водителей возле пешеходных переходов. Пропустил пешехода – получи стикер. Каждый стикер имеет свой регистрационный номер. На стикере обозначен телефон. Водитель, получив такой стикер, по телефону связывается с представителем госавтоинспекции. У нас будет специальный человек, который будет регистрировать все звонки, регистрировать установочные данные водителя, который получил этот стикер. Первыми проверку на вежливость прошли водители, проезжавшие по улице Победы. Большинство из них испытания прошли достойно. За что и получили стикеры от инспекторов ДПС и сувениры из рук веселой оранжевой зебры. Обязательно, обязательно. Уважать надо всех на дороге. Ездим по правилам, стараемся не нарушать. Мы такие же пешеходы, независимо от того, что мы находимся за рулем. По итогам акции «Вежливый водитель», автолюбители, набравшие наибольшее количество стикеров, получат ценные призы от сети заправочных станций и инспекторов ДПС. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. И еще хорошая новость. Впервые за последние 18 лет в Самарской области наблюдается рост численности населения. Увеличивается количество рождений вторых, третьих и последующих детей. Важную роль в этом играют меры социальной поддержки. Итоги работы за год подвели на заседание коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Две с половиной тысячи граждан Украины в сжатые сроки приняла Самарская область в прошлом году. Пункты временного пребывания готовили буквально за одну ночь. Такого наплыва беженцев никто не ожидал. Работать приходилось оперативно. С поставленной задачей справились. Приезжие получили материальную, медицинскую помощь и временное жилье. Были очень большие риски. Мы, конечно, очень опасались того, что могут быть различные инфекционные заболевания. Мы понимали, из каких условий люди приходили. В такой ответственный момент, горячую минуту, единение произошло и федеральных структур, и областных, и муниципальных. Когда каждый свою задачу понял, отработал. Новым направлением в работе Минсоцразвития стали и сиротские учреждения. Шесть детских домов и пять домов ребенка перешли в ведение Министерства. Благодаря слаженной работе сбоев в их финансировании не произошло. Не коснулся кризис и социальных выплат населению. Социальные выплаты как были, так и есть. Но тем не более, что еще идет индексация, начинается и для ветеранов военной службы, и для участников Великой Отечественной войны, и для вдов. Сейчас принято правительством решение от трех до семи тысяч. Путь к дню победы, но все равно это радость. В планах Министерства оказывать материальную помощь населению адресно. Соцвыплаты будут назначаться тем людям, которые в них действительно нуждаются. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. До конца года в Самаре появится казачий кадетский класс. Их планируют открыть на базе Самарской школы-интерната номер 6. Для будущих кадетов закупят новую форму, необходимая для занятия оборудование. В здании школы запланирован капитальный ремонт. Смета необходимых работ уже подготовлена. По предварительным оценкам, чтобы привести здание в порядок, потребуется более 120 миллионов рублей. Классы откроются уже 1 сентября. Возможно, в будущем школа будет переформирована в казачий кадетский корпус. Чем больше у нас будет корпусов кадетских, полицейских, казачьих или любого другого направления, тем лучше. Потому что будет идти подготовка ребят, мальчишек, девчонок. Патриотическое, физическое, нравственное – это очень важная и нужная задача. Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки, сказал однажды Мстислав Ростропович. На днях великий российский музыкант отметил бы 88-летие. В Самаре известного на весь мир виолончелисты и дирижеры любят и по сей день. Вот. Видите, вот. Много лет. 7 сентября 96-го года. Открытие 56-го концертного сезона. Филармонии. Мстислав Ростропович, Михаил Щербаков. Вот мы вместе с ним играли концерт Гайдена и вариации на тему РКК Чайковского. Как будто бы только вчера стоял на одной сцене с великим маэстро, делится дирижер симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков. Рассказывает, первую встречу с Петиславом Ростроповичем вспоминает до сих пор. Еще студентом Уральской консерватории познакомился с великим музыкантом в Свердловске. Ростропович, увидев на улице юных ребят, несущих футляры с инструментами, попросил у молодых скрипачей бритву. Свою забыл в Риме. Один побежал к себе домой за бритвой, другой побежал в магазин показывать. В конце концов, бритву мы ему принесли и пошли к нему, он пригласил нас в гостиницу. Тогда, за чашкой чая, вспоминает Михаил Щербаков, обычный разговор стал для него настоящим открытием, когда один из ребят спросил маэстро. Как вы играете Баха? Я подумал, что это какой-то странный вопрос. Но играет гениальный человек, он играет Баха, что это Баха, написал гениальный музыкант. А он мне говорит, а вы знаете, я вот представляю себе вот эти великолепные шпили церквей, которые устремлены к небу. Играю Баха. И вдруг я понял, что он мне подарил ключик. Не просто к Баху, а вообще к исполнению музыки. Значит, он не просто играет ноты, а он создает в голове образ. Гагарин Виолончели, маэстро Слава, так называли Ростроповича музыканты, с 15 лет преподавал в музыкальном училище, а победив на всесоюзном конкурсе, со второго курса консерватории перешел сразу на пятый. В 70-е, когда Ростропович подписал письмо в защиту Сложеницына, его концерты отменили во всем Советском Союзе, кроме Куйбышева. Тогда он впервые и оказался в нашем городе. В 90-х музыкант сделал самарцам бесценный подарок – премьеру оперы «Видение» Иоанна Грозного. После смерти Ростроповича художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев решил создать фестиваль, посвященный маэстро. И не в столице, а именно в Самаре – единственном городе, где не отменили концерты Ростроповича в тяжелые политические времена. Теперь каждый год в Самаре лучшие музыканты страны дарят публике величайшие произведения мировой классики. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаре Гис на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самаре Гис. Россияне предпочитают виртуальные деньги. Компании PayPal и Data Insight провели исследование и выяснили, что только 5% активных интернет-пользователей расплачиваются наличными. А 49% предпочли бы оплатить товар или услугу прямо в мобильном приложении, если бы была такая возможность. За последние 12 месяцев 25 миллионов человек в России совершили хотя бы один онлайн-платеж. Между прочим, еще 10 лет назад средний кошелек состоял исключительно из наличных. Потом часть средств стала храниться на зарплатной карте. А сейчас, помимо основной карты, россияне часто имеют другие дебетовые карты, кредитку и электронный кошелек. А что, действительно удобно. Щелк и готово. А как на почту сходишь коммуналку оплатить, так потом неделю кошмары снятся. За 11 лет существования ОСАГО страховые компании присвоили 300 миллиардов рублей из средств, полученных от продажи водителям полисов. Об этом сообщил руководитель Ассоциации по защите страхователей Николай Тюрников. В 2014 году, например, по ДТП страховые компании выплатили 59% вместо 77%. То есть собрали 151 миллиард рублей, а заплатили только 90 миллиардов рублей. Хотя должны были 120 или на 25 миллиардов больше. Тюрников пояснил, что страховые компании должны выплачивать участникам дорожного движения 80% от того, что собрали. Внимание, вопрос. Какого черта стоимость ОСАГО поднимают? Россия и Вануату планируют подписать соглашение о безвизовом режиме в сентябре этого года в Нью-Йорке. Вануату ищет сотрудничество с Россией в различных сферах, в том числе в области сельского хозяйства, рыболовства, безопасности и туризма. Кстати, недавно Россия подписала безвизовое соглашение с коренными жителями Фиджи. По договору аборигены обязуются выяснять национальность туриста, прежде чем его съесть. Соглашение подразумевает и то, что россияне и фиджийцы друг друга есть не будут. Честно говоря, я как-то и не хотел. Российский фондовый рынок открылся слабым снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1622 пункта. Хуже рынка торгуются Мичел, Алроса, Татнефть, ММК, Башнефть и Ростелеком. Среди лидеров Роста – Интеррау, Полюс Золота и Россети. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением. На азиатских площадках разнонаправленная динамика. Курс доллара на 1 апреля – 60 копеек. Курс евро – 90 копеек золота стоит 101 рубль за грамм. Серебро стоит 3 рубля 30 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – даром. На сегодня это все. Удачи в делах. В Тюмени проходит первенство России под дзюдо среди юниоров. Первые успехи на счету Анастасии Павленко. Золотая медаль в весовой категории до 48 килограммов. На пути к чемпионскому титулу Павленко провела 5 схваток. В финале Анастасия разобралась с москвичкой Ольгой Тарасовой. У Ислама Хаметова серебро. Он боролся в категории до 66 килограммов. В финале Хаметов проиграл чемпионом мира Егору Мгдесяну. В итоге самарский спортсмен улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом. Тогда он был третьим. В Польше зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике самарские ветераны привезли 6 медалей. Три бронзы у 70-летней Галины Куликовой в толкании ядра, в прыжках в длину и высоту. Самарчанка побила свой же рекорд в прыжках в длину – 3 метра 17 сантиметров. Золото в командной ходьбе у 60-летней Веры Авиловой. А вот мужская сборная принесла бронзу. Там отличился Юрий Половщиков. Тольятинец Анатолий Онучин пробежал 5 километров по пересеченной местности и занял второе место. Сергей Батуков завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по велоспорту. Сам морский паралимпийц на треке «Аппелдор» на Нидерланды обогнал 150 спортсменов из 30 стран мира. Сначала в индивидуальной гонке на дистанции 1 километр, потом в командном спринте. Батукову помогали два москвича – Никита Нагнебедов и Сергей Устинов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова